Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Гарри Табах, офицер военно-морской аналитик. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, здравствуйте, Михаил. Ну что ж, Гарри, подтвердилось то, о чем многие говорили последние несколько лет. В письме Марк Цукерберг фактически приоткрыл завесу по принципу предрихонитша падающего толкни. Он предоткрыл некую завесу, что происходило, скажем так, последние несколько лет с свободой слова Соединенных Штатов Америки, когда Марк Цукерберг, будучи руководителем крупной социальной сети, был вызван на ковер. Как минимум два эпизода мы знаем. Первый эпизод связан с одной известной пандемией, когда высказывался скепсис в отношении мер, необходимых для купирования этой пандемии. Мы помним, что тогда уже затравливали те, у кого было свое мнение. И, в общем-то, Цукербергу дали понять, что необходимо снижать выдачу подобных публикаций. И второе, то, что касалось уже непосредственно выборов Соединенных Штатов Америки, Цукербергу дали понять спецслужбы. Опять же, по словам Цукерберга, не по словам вашим, не по моим словам, а по словам Цукерберга я подчеркиваю, что то, что изложено в статье «Нью-Йорк-Пост», а именно о, скажем так, причастности вице-президента Джо Байдена к тому, что происходило вокруг компании «Пуризма», это есть не что иное, как российское ПСО. Ну, то есть сознательно, которое тиражировалось российскими спецслужбами, пропагандой и прочее, и с этим нужно бороться, поэтому Цукерберг снизил выдачу тоже материалов и «Нью-Йорк-Пост». Это то, что мы знаем, а вполне возможно, было еще очень много эпизодов, которых мы не знаем. Насколько для вас это стало откровением? Ну, то, что это он сделал, это, наверное, хорошо, потому что все-таки правда всплывает. Многие из-за нас это пострадали, наши каналы пострадали. У меня был «Донстрайп», мой канал чуть не закрыли из-за этого. Были ученые, которые говорили, маски – это вредно, которые говорили, так бороться с ковидом нельзя. У них и врачи, которых лишали лицензии, которые потеряли бизнес, которые потеряли профессию. Ученых, которых повыгоняли из университетов за это, потому что всех утверждали, что то, что выдает государственная организация, как NIH, Национальная организация здравоохранения, институт, который возглавлял доктор Фаучи, что вот если вы отклоняетесь, если ученые там, у вас сжечь на костре надо. И, конечно, они понимают, как их будут компенсировать за это, как это будет исправляться. То же самое и с лаптапом Хантера Байдена, которые сказали, что это вкид россиян, что это русские вкинули, что это русская ИПСО. 51 агент ЦРУ и других разведывательных органов, ну, бывшие, конечно, подписали письмо. Три из них бывшие главы ЦРУ. Подписали, что лаптап – такого нету. Сам тогда вице-президент, сегодня президент отрицал, что это все вкидывается, что это мы, вражины, об этом говорим. Этого несчастного парня, которого киданули, которого Хантер Байден обдолбали, киданул на 50 долларов, и он этот компьютер сдал. Все это показывается правдой, и что это Марк Цукенберг сменял. Марк Цукенберг не бедный человек, он компенсирует всех этих людей, кто пострадал от этого. Все эти 51 агента, пусть тоже из их пенсии вычислится, так как они заняли такую позицию, прекрасно понимают, что это неправда. То есть участвуй и влияй на выборы в США. А что сегодня происходит, мы тоже видим. Цензура. Мы видим это в украинских СМИ. Продолжается, до бесконечно продолжается борьба. Война не с Путиным, а с Трампом. Ну, теперь уже и с Маском, ну, теперь уже и с Кеннеди, ну, и, понятно, с Такаром и Карлсом. Вот Украина, украинские СМИ решили бороться с этими врагами. Почему? Потому что еще недавно они были друзья, но они были демократы. А сегодня они перешли не то что на республиканскую парню, а еще хуже, на сторону Трампа. То есть какая-то третья сила образовывается. Но они моментально, как по команде, становятся врагами. Что не влияет. Украина не влияет на наши выборы, но влияет на отношения американского народа, отношения власти, которые могут прийти, к власти или нет, к украинскому народу. Благодаря вот таким блогерам, благодаря этим экспертом. Поэтому, да, конечно, мы видим, как в прошлый раз выборы были украдены. Это уже становится явным. Да. Сейчас в Конгрессе называется дочь судей, который осудил Трампа на все вот эти 30, сколько там, 36 обвинений в Манхэттене. Оказывается, там есть конфликт интересов. Она собирала деньги, он сам давал деньги на демократную кампанию Байдена. То есть это политические заказы. Но сегодня, благодаря тому, что у нас в стране есть демократия, каким-то образом это всплывает. Если бы этого не было, оно бы все было, конечно, замолчено. Гарри, я вообще сторонник того, что мы не должны, я имею в виду Украина, украинские журналисты вмешатся в избирательную кампанию в Соединенные Штаты Америки. Ну, у меня такая позиция. Я считаю, что это дело суверенное Соединенные Штаты Америки и дело американского народа. Но меня знаете, что смущает? Когда речь, например, идет о Трампе и тиражируются, скажем, какие-то слухи о том, что Трамп не планирует помогать Украине. При этом я не вижу ни одной цитаты Трампа. Я работаю с инглоязычными источниками, где бы Трамп взял на себя клятву не помогать Украине. Но когда всплывает такой скандал, связанный с Цукербергом, когда об этом пишут либеральные СМИ, потому что они об этом уже не могут не писать, это вот тот случай, когда оно настолько имело эффект разорвавшейся бомбы, что об этом невозможно не сказать. Почему-то у нас об этом никто не говорит. С чем вы это связываете? У нас вообще в украинском медиапространстве ни слова ни про Цукерберга, ни про буризму, ни про все остальное. Я не могу найти на это ответ, кроме того, что эти люди или работают на Россию, или они работают на демократическую партию, как майор КГБ Шевчуэц, или работают на гранты Суаруса, которые, конечно же, очень популярны в Украине, или они полезные идиоты, вредители просто. Я не понимаю, почему это разрешается, почему дается этому такой уход, и они моментально, и наносится такой ущерб, смертельный ущерб Украине. Вот этого я не понимаю. Выпустив меня на некоторые там третьего уровня каналы раз в месяц, и сказав, а вот мы объективны, более никого, хотя я даю всех их имена, телефоны, того же Андрея Заркина, того же Юрия Дашевского, Вайнштейна, но иногда Борю Пинхуса они тоже выпускают, так для показухи, что мы объективны на Яне, а в основном, да, это идет просто диверсия против Украины и украинского народа внутри Украины. Никто не должен вмешиваться ни в чьи, но это понятно, что это невозможно. И в Америке у нас ни ЦРУ, ни ФБР, никакие организации, и точно так же, как и Фейсбук, и Ютуб, не должны вмешиваться в наши выборы, и шельмовать на них, то есть давать заранее известную дезинформацию, заранее, зная, что это неправда, ее выдавать. Никто, ни американцы не должны это делать, ни украинцы. Почему? Украинцы полное право имеют корректировать там нашего президента, нашего вице-президента, наших кандидатов президента, но делать это сбалансировано, и делать это с намерением, не заранее зная, что они распространяют вранье о дезинформации, то есть вводят людей в заблуждение. Я считаю, что и в фашистской Германии после этого были суды над такими вот псевдожурналистами. Вот после советской власти почему-то этого не было, и они остались в эфирах и продолжают вести такую пропаганду. Вот это, конечно же, я считаю, криминально. Если вы не знаете, так скажите, что не знаете. Если вы знаете, то скажите, что вы знаете. Ну, зараза, вот там называют нас трампистами или еще кем-то. Ну, скажите, что мы сказали вот из нашей команды. Те, кого я называю, скажите, где мы сказали неправду или где мы ошиблись. Да, такое случается, но это явно незамеренно. Мы потом меняем или извиняемся и говорим, у этих ничего подобного нет. Ничего подобного. Они просто меня. Ну, далеко ходить не надо. Это вот недавно, совсем недавно, на Политеке была девушка, которая на меня кричала там и делала изменить, что 61 миллиард долларов заблокировал Трампа. А за 61 миллиард дашься. Я ей читали, сколько журналистов спрашивают, читали вы, вы смотрели, что входит в эти 60 миллиардов. Там помощь Хамасу 10 миллиардов, что для Украины там ничего нет. Штамп 5 миллиардов для нелегальных беженцев. Как я могу за это голосовать? Причем тут республиканцы и демократы? Вы рекомендуете, чтобы мы голосуем? Да, все равно голосуйте за это. Почему? Там помощь Украине. Там нет помощи Украине. Читали? Да, читали. Или нет, не читали. Вот она говорит. Хорошо, но теперь проголосовали. Вот 61 миллиард. Где они? Где это? Где опять Трамп не дает? Республиканцы? Я кто? Вот теперь вернуться надо. А вы думаете, кого-то из них уволили? Нет, не продолжай отвечать. Любой другой профессии тебя бы наказали. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой. Поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Да, это все справедливо, то, о чем вы говорите. Просто, знаете, я был уверен, что хотя бы кто-то, опять же, безотносительно к фамилии президента, к социальной сети, вот есть некая информация, она очень серьезная. Она связана с свободой слова с одной стороны, с другой стороны, с взаимоотношениями между социальными сетями и государством, даже любым государством. Ну, плюс тут еще и третий есть фактор. Значимость, общественная значимость той или иной информации, ее влияние потенциальное. На те или иные выборы. То есть тут есть три очень интересные темы, на которые стоило бы подискутировать. Это уже история, там, четыре года прошло, но можно подискутировать по поводу будущего, да. Ведь то, что было в прошлом, не факт осталось в прошлом. Оно может быть и в настоящем. И вместо этого ноль. Вот просто ноль. Вообще ни одного обсуждения. Фантастика. Да как по приказу, я же говорю. То есть они все работают на одного и того же клиента. Гарри, ну что же, идем дальше. Вот ситуация вокруг Павла Дурова, которого арестовали, задержали во Франции. Есть, скажем, несколько позиций. Да, позиция Алексея Николаевича Арестовича, который считает, что, значит, сейчас идет Третья мировая война, ну условно, да, и Дуров должен выбрать, на чьей он стороне. Есть позиция французских властей официальная, которая упрекает Дурова в том, что он не сотрудничал с французскими специальными службами по части выявления терроризма, детской порнографии и прочих уголовных правонарушений. Есть третья позиция, которая говорит о том, что не может социальная сеть взаимодействовать в несудебном порядке с компетентными органами. Иначе это invade privacy, да, то есть это нарушает privacy человека. То есть здесь презумпция виновности, она в данном случае должна быть не на социальной сети, а как раз на любом государстве, которое должно доказывать виновность человека, так? То есть проводить некий комплекс действий, исходя из тех правил, которые существуют. Вот вы в данном случае, как профессионал, который долгие годы посвятил себя вообще сектору безопасности, у вас какая точка зрения? Ну я согласен с вашей точки зрения, потому что, ну почему вы выбрали телеграмм в этом отношении, значит все остальные сотрудничают, может тогда нам всем надо пользоваться тогда телеграммом. То есть это, потом есть такая даркнет, где вот проходит как раз вся нелегальщина, там и биткоин не расплачивается. Остановите это. Происходит, допустим, в Украине огромная проблема с казино. Но солдаты проигрывают миллионы и миллионы долларов, раненые, то есть платят вот эти налогоплательщиков, а они проигрывают этому русскому казино. Конечно, мне говорят, что я это не финал закрою, финал, потому что какие-то украинские тоже коррупционеры в этом участвуют. А это миллионы и миллионы долларов, это гротно. Ну гибнут солдаты, это, почему этим не занимаются? Ну конечно же это очень странно, борьба с терроризмом. Да, конечно бы хотелось, чтобы журналисты не оповещали террористические акты. То есть если бы журналисты не публиковали, что произошел террористический акт и погибло 5,6,10, будьте здоровы, вот на правду я скажу. Спасибо. Здоровье. И террористических актов не было. В основном вот эти вот традиционные террористические акты, где кто-то вышел, Аллах Акбар их взорвал, и как можно, чтобы было там больше камер участвовать в этом. То есть они заранее как бы даже предупреждают частенько журналистов, чтобы были, то есть создать сенсацию. То есть если бы журналисты этого бы не делали, вообще-то самые лучшие друзья и союзники террористов это журналисты. Но их обвинять в этом нельзя, потому что это их работа. Вот для меня, когда я занимался этой деятельностью, для меня сначала террористы, а потом соблют, это были журналисты. Тихо, не надо, не разносите, не говорите раньше времени. Если вы не будете это разносить, они перестанут это делать. Но это невозможно. Возможно в Северной Корее, в России, в Советском Союзе, в фашистской Германии. Простите, Гарри, вы имеете в виду, как профессионал, что терроризм, он зиждется на двух факторах. Первое, это медийность. То есть террористу нужна дополнительная медийность, это его подбадривает на новые преступления. И второе, это, о чем постоянно говорят, нельзя давать террористам выкуп, потому что это провоцирует снова же таки на новые преступления. Ну, конечно, это хороший бизнес. Но дело все в том, что это и поэтому и называется терроризм. Они терроризируют население таким образом. А почему они его терроризируют? Потому что население знает про эти вещи, она боится, она пугается. А кто их информирует об этом, их информируют об этом журналисты. И тут ты ничего поделать не можешь. Или имеешь свободное общество, где журналисты делают свою работу таким образом. Или ты имеешь диктаторское общество, где журналистам сказано это не делать. Что нас приводит сегодня и к господину Дуру. То есть вы хотите безопасность и свободу. И как сказал, по-моему, Талариан, вы не получите свободы и у вас не будет безопасности. Вас будет терроризировать тогда государство. То есть вот этот баланс найти, конечно же, его тяжело. Опять же, почему телеграмм, я не знал, что он создавался в этой детали. Но без решения суда я считаю, что это неправильно. Потому что правозащитные органы очень быстро могут превратиться в неправозащитные органы. Таким образом, если над ним не будет контроля прокуратуры, если не будет контроль, то очень легко человеку с пистолетом или человеку с безграничной власти, как КГБ или как СС, как Гестапо, вдруг начать и репрессировать тех. То есть, чтобы господин Дуров с ними кооперировал, нужно было судебное решение. Что да, вот здесь вы должны вскрыть и дать нам. По-моему, он это делал, насколько я знаю. Когда были судебные, он не отказывался. Но отказывался сотрудничать с ЦРУ, с КГБ, еще с кем-то, с французскими, с МОСАДом. Кстати, у МОСАД лучше всего работать. Уже вышли, значит, по-моему, на Пикаду, что Фейлэй, что его спутник, я забыл, как ее зовут, была агентом МОСАДа. И это она его заманила в Францию. То есть, почему во Францию агентом МОСАД заманивает его в Францию? И могли бы, так считалось, заманить его в Тель-Авив или в Иерусалим. Еще куда. Ну, во Францию агент. Вот это, что МОСАД, они, конечно, МОСАД самые сильные, могли бы, члены МОСАД в мире. Это уже расходится. То есть, когда это решение суда, это иначе, чем получать Телеграм или любой другой мессенджер от почты или от новой почты. Когда, там, милиция, фейский контрразведчик может зайти, открыть письма и читать письма или вскрыть посылки и смотреть, что там есть. А если по почтам мейстер не разрешит ему это делать, то арестовать его, что он сотрудничает с порнографией, распространением. Я уверен, что это некоторые такие вещи незаконные рассылаются обыкновенной государственной почтой. То есть, если у тебя есть решение суда, занимайте, надо делать, мы хотим по понятиям или по закону. Ну, по понятиям, да. Мы прекрасно знаем, кто бандит, мы прекрасно знаем, кто этим занимается и идти. Но это очень быстро может повернуться и против нас. Или мы должны жить по закону. Закону сложнее, сложнее, намного сложнее. Но, таким образом, мы защищены от беспредела властей. Когда начинается такой беспредел властей, начинается бандитское управление. То есть, потому что, и я вам скажу это из личного опыта. Когда в начале 90-х годов я приезжал, возвращался из Советского Союза или из молодой России в Соединенные Штаты Америки, я должен был идти дебрифинг контрразведкой военной. И они меня частенько спрашивали, ты с кем там имеешь дело? С бандитами или с официальными лицами? Я всегда говорил, знаете, я частенько путаюсь. Мне иногда кажется, что вот эти люди солидные и как бы держат слово, и не ругаются матом, не пьют, не курят. Все в хорошей форме, похожи на наших военных. А потом выясняется, что это криминал. Ну, в их понятии криминал. А вот эти разнознанные, которые все обещают, все могут, ни хрена не делают, врут тебе, бухие половина, оказывается, это официальные власти. То есть, я иногда путался. Ну, когда у тебя вот такая власть, то у тебя будет такая власть, которая более организована, но их держит криминал. Поэтому это очень опасно, когда у власти есть вся власть, безграничная, то они превращаются вот в таких ЭТКВДшников, которым все можно и все дозволено. А если кто-то про них позоверкнет, то он враг. Поэтому, да, я считаю, что законы должны быть жесткими, должны распространяться одинаково на всех. Как? И более жестче власть должна быть ответственной. Ну да, и здесь поднимается еще один вопрос, мне кажется, точнее, два вопроса. Первое – это вопрос конкуренции, кто мешает придумать другую, более интересную, более эффективную, более быструю социальную сеть вместо Телеграма, да, или альтернативу Телеграма. Но вы же помните, что было, например, когда Цукерберг придумал Threads, и он это помпезно анонсировал, что Threads убьет X. В итоге ничего из этого не получилось. Это же вопрос, скажем так, про потребительские предпочтения. А второе – есть же причина, почему многие ушли в Телеграм. Это цензура в Фейсбуке? Это тоже правда? Понятно, что это, господин Туру, начало. То есть CEO Рэмбо, который у нас тоже есть, где в основном это консервативные силы выступают, он покинул Европу уже, понимая, что это распространится и на него, что происходит с господином Туру. И, конечно же, Илон Маск говорит, что как это так, и понятное дело, что это и против него действия. Начинается таким образом. То есть цензура, и если ты не сотрудничаешь с властями, значит, ты враг. Так, ну, это такой НКВДшный подход, подпишите бумажку, что вы с нами сотрудничаете, а если вы не сотрудничаете, то мы найдем на вас управу. То есть это у меня плохое чувство про это. Я всех деталей не знаю, но чувство у меня про это плохое. Ну, и, конечно же, Путин не упускает. Вы меня обвиняете в цензуре, вы меня обвиняете в репрессии. Смотрите, что у вас творится. Пожалуйста, приезжайте обратно на родину, господин Дуров, без цензуры, без всего. И все, он уже использует. Показывает, говорит, вот эти люди мне не получают ковыряться в носу. Вот, он моментально использовал это в своих путях. Гарри, в завершение я вас спрошу, ваша оценка ситуации вокруг Покровска? Сложно, потому что достаточно информации. Это сейчас слишком рано. Об этом говорите, мы все эти вещи мы никогда не узнаем, только после войны. Какие потери, где были ошибки, где была удача, где погода сыграла нам на руку или наоборот. Это все будем разбираться после этого. Спасибо. Только слухи. Спасибо большое, Гарри, за очень серьезное интервью. Спасибо большое. Спасибо большое.